Здравствуйте, я Пашля. Сегодня я начинаю новый цикл под названием «Божьи храмы». Концепция, идея и представление о храме являются одним из самых значительных откровений Библии. Это очень глубокая идея. Премудрый Господь Бог подарил ее человечеству еще в Эдемском саду. Поэтому мы видим храмы в каждой культуре. Даже при упадке религии создается впечатление, что человечество имело понимание о храме, потому что Бог заложил идею в сердце людей еще в Эдеме. Итак, мы приходим к выводу о том, что храм — это место проживания Господа Бога. Это важная библейская идея, ведь окончательной целью Бога является искупление человечества, дабы простые смертные стали обителью живого Господа, чтобы Бог жительствовал с людьми и в людях. Слава Богу! Поэтому это его главная цель. Обратите внимание на то, что часть человечества становится осязаемым храмом живого, любящего Создателя и Отца, спасаясь и получая отпущение грехов. Необходимо отметить то, что Небесный Отец учил людей о концепции храма и о смысле этой идеи испокон веков. Обратите внимание на то, что каждый Божий храм был наглядным пособием и учебным материалом для того, чтобы люди поняли идею того, как самим быть с Его храмом. Ведь это главная цель Бога. В итоге храмом Бога является человек, выкупленный Христом. Мы и есть Его обитель. Мы увидим исполнение этого плана в конце Библии. Пожалуйста, потрудитесь вспомнить о том, что в разные периоды истории Бог давал человечеству разные храмы. Разумеется, были земные храмы. Мы поговорим об этом. Это знаки окончательного главного храма, которым являемся мы. Мы созданы быть храмами Господа. Бог будет жить в нас и прославляться через нас. При этом необходимо отметить то, что земные храмы для поклонения Творцу строились по небесным чертежам. В восьмой главе послания евреям сказано так, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скиньи. «Смотри», сказано, «сделай все по образцу, показанному тебе на горе». Это указывает на то, что земные храмы строились по образу незримого, небесного мира. Небеса — это реальное место. Там есть горы, реки и город. И земля — это образ небес. Друзья мои, дело в том, что земные материальные объекты — это символы и знаки духовных небесных реалий. Необходимо отметить то, что земная скиньи и храм стали образами, знаками и прообразами своего дивного небесного оригинала. Итак, земные храмы есть образы небесного, и оба они есть иллюстрации Божьего окончательного храма. Вы понимаете, если мы с вами выстроим цепочку из храмов, существовавших на земле, то мы увидим, что они есть образцы небесного храма. В свою очередь, небесный райский храм Господа Бога являются лишь иллюстрацией, откровением Божьего окончательного вечного храма, искупленного человечеством. Изучая земные и небесные храмы, мы усваиваем многое об окончательном воплощении храма в нашем Господе Иисусе. Полное исполнение обещанного во Христе заключается не только в том, что мы видимые храмы Бога, но и в том, что Бог соединяет все искупленное человечество во Христе, вместе в союз, чтобы вместе мы все сформировались в единый храм Бога. Вот Божие видение для человека, и мы проанализируем земные храмы. У каждого из земных храмов и у небесного храма есть свои особенности, и каждый из которых есть фрагмент мозаики. Все мы подходим друг к другу, и при этом каждый несет в себе частичку единого откровения о Божьем последнем храме. Итак, какая у нас цель в этом цикле учения? Нам нужно получить полную картину, изучая все библейские отрывки о всех храмах. Картина о нашем призвании видна, когда мы собираемся вместе увидеть откровения каждого верующего как храма. Когда мы сделаем это, у нас будет полное откровение, как мы будем храмом живого Бога. Сейчас мы с вами сделаем краткие обзоры первым делом, мы рассмотрим небесный храм или же гору Сеон. Это Новый Иерусалим. Мы поговорим об этом. Мы потолкуем о первом земном храме. Это Эдем, Эдемский сад. Он создан как храм. При пророке Моисея, евреями, была возведена скиния в пустыне. Автор знаменитого послания евреям свидетельствует. Она построена согласно образцу или чертежу небесного храма. После обоснования в обетованной земле был возведен Соломонов или первый храм. Есть его подробное описание? Мы поговорим об этом позже. Израиль согрешил, и поэтому храм Соломона был уничтожен. Евреев увели в плен в Вавилон. После своего возвращения иудеи восстановили храм на том же месте. Его назвали вторым храмом. Этот второй храм был меньше, чем храм Соломона. Однако до первого пришествия Христа, Ирод Великий, облагородил внешний вид второго храма, который находился в Иерусалиме, превратив его в одно из семи чудес света. Ко времени, когда наш Господь Иисус Христос служил народу во втором иудейском храме, здание было ослепительно красивым. Этот храм был уничтожен в 70-м году нашей эры, потому что иудеи отвергли Мессию, и снова слава покинула храм, и его уничтожили. За несколько десятилетий до этого всемогущий Бог совершил одно чудо. В 33-м году от Рождества Христова, когда наш Господь и Спаситель Иисус Христос умер на кресте, храмовая завеса разодралась пополам. Тем самым Пресвятая Троица объявила человечеству, мы переселяемся в другой храм. Через какое-то время после этого, в день Пятидесятницы, церковь родилась и наполнилась Духом. Она стала новым Божьим храмом. Теперь, через заключение Нового Завета, милостивый Господь Бог вселяется и живет в людях «Через приход Святого Духа теперь церковь буквально стала храмом Бога на этой земле». Примечательно то, что в Библии есть пророчество, с которым не все христиане согласны. Это ясное пророчество о Третьем Храме. Это будет осязаемый храм, здание. О нем говорил Захария, а также Даниил. Это будет в конце века. Этот храм — периода скорби. Именно там два свидетеля будут благовествовать и призовут суд на 1260 дней во время первой половины периода 70 недель пророка Даниила. Это строение упомянуто во втором послании Фессалоникицам как Божий храм и в 11 главе Откровения как храм Бога. Итак, после этих трех с половиной лет, в которые эти два пророка и праведника будут благовествовать неспасенным евреям, Антихрист захватит храм в Иерусалиме и осквернит его мерзостью запустения. Опять-таки, Иисус Христос говорит об этом в 24 главе Евангелия от Матфея. Он сказал о святом месте. Это действительно храм Бога, однако, оскверненный данной мерзостью. Этот храм однажды будет уничтожен. Позднее возникнет четвертый храм во время тысячелетнего правления Христа. Пророк Иезекииль описывает величественный храм, где будет богослужение во время тысячелетнего правления. Некоторые христиане спрашивают, а зачем Богу нужен будет этот храм, ведь мы есть храм Бога Живого. Спору нет. Мы, церковь, являемся храмом Бога уже сейчас, но мы не достигли прославленного состояния. Все будет совершенным, в вечности. А пока Богу надо научить человечество неким истинным. Это и есть цель земных храмов. Они — учебное пособие. И с его помощью Бог готовит церковь к будущему. Итак, Господь заповедал строить храмы, чтобы научить нас, хотя уже сейчас, искупленное Иисусом Христом, человечество является храмом Живого Создателя. Слава Богу! И у Бога все еще есть цель для каменных и кирпичных храмов. Они — учебное пособие, и готовят путь Богу. В тысячелетнем Царстве Христа будет четвертый храм. Прими этот храм, потому что об этом говорит Библия. Все эти храмы — прообразы вечного небесного храма Бога. Хвала Богу! Каждый из святых по отдельности является храмом Бога. И при этом Бог соединяет нас вместе, как живые камни, для создания своего последнего храма. Мы видим исполнение данного видения о последнем храме в конце Библии в Откровении. А сейчас мы приступим к собиранию божественной мозаики из библейских отрывков с целью увидеть откровения о Христе Божьем и о наших отношениях с Ним. Мы понимаем духовное, видя аналогии духовного в материальном мире. Таким образом, понимая все аналогии, земные и небесные храмы, мы получаем представление об окончательном Божьем храме. Это мы, то есть Божья церковь. Именно так мы узнаем, как мы устроены и как все согласуется между собой. Все храмы учат нас плану искупления. Эти иллюстрации разъясняют нам то, как мы являемся храмами Всевышнего. В один прекрасный день мое внимание привлекла подробность, что храм состоит из двух частей. Первое — это само строение, а второе — это Бог, живущий в нем. Храм — это жилище его. Храм — это святое место, ибо Божья слава присутствует в храме и сияет в нем. Здесь мы видим идею, иногда представленную как реки живой воды, текущие из центра храма Всевышнего Господа Бога. Но есть и другое описание храма. Храм — это свет миру. Это одно из названий Божьего храма. Его назвали так, «Ибо слава сияла в храме, и свет исходил из него». Есть несколько стихов о христианах, как о храме. Нам с вами необходимо уяснить эти утверждения. В Ветхом Завете «Красной нитью» проходит идея о том, что без Христа человечество было духовно мертвым. Святые Старого Завета не были рождены свыше, хотя такие верующие, как Авраам, были прощены и обрели праведность по вере. Поэтому Христос сказал, «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя. Он жил до креста и не был рожден свыше. Бог сказал, «Но меньше в царстве больше его». Если кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие Божие. Но меньше в царстве небесном больше его. Ведь благодаря смерти и воскресению Христа люди получили возможность родиться свыше. Даже наименьшие участники этого Завета больше Иоанна Крестителя. Всевышний сделал что-то очень важное. Через смерть и воскрешение Сына мы рождаемся заново. Это означает то, что благодаря крови Господа Иисуса Христа наш Дух возрождается. Бог, Святой Дух, приходит и вселяется в нас. Однажды Сам Иисус сказал, «Святой Дух будет с вами и в вас». А раньше так не было. Благодаря Иисусу люди стали храмом живого Бога. Вот так Божьи планы, замыслы и цели были достигнуты. И теперь Бог живет с человеком и в человеке. Слава Богу! Иисус пришел и принес чудо. В 3-й главе 1-го послания Коринфянам сказано, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Ведь это чудо. В 6-й главе 1-го послания Коринфянам сказано так, «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом, Дух Бога живет в нас». Далее. В следующем, 19-м стихе, Павел сказал, «Не знаете ли, что тела ваши суть, храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, потому что вы куплены дорогою ценой?» Славьте Бога и в телах ваших, и в душах, которые Божьи. Вы принадлежите Богу, и искуплены кровью Иисуса. И это запечатлено фактом того, что Бог пришел к нам и указывает, что мы Его удел, Он пришел в наш Дух. А вот еще стих, «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут Моим народом». Человек — это вечный храм, поэтому все другие храмы, это лишь учебные пособия, открывающие Божий план для человека и то, как Он сотворен для соединения с Богом и жизни в благодати и силе Бога. Он сияет через нас. Слава Богу! Как я уже говорил, Иисус пришел как безгрешный человек. Он — прообраз этого храма. Он объявил Себя храмом Бога. Я — свет миру. До этого так называли храм, а теперь он назвал себя так. Он сказал это в праздник Кущей, когда все вокруг зажигали светильники. Свет, сиявший с храма Господа Израиля, освящал весь город. Храм был светом миру. Сияла Божья слава, и Сын сказал, «Я — свет миру. Я — храм Бога. Кто последует за Мною, тот не будет во тьме, но будет иметь свет жизни». Он сказал, «Если поверите в Меня, то Я сделаю вас Божьим храмом. Вы будете сиять Божьей славой благодаря Святому Духу и станете светом этому миру, как Я». Это исполнится почти в самом конце библейского повествования. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Это основная цель Господа. Иоанн пишет, «Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». 22 стих. «Мы смотрим на наше состояние вечности в небесном мире. Храма же я не видел в нем». Это означает то, что Он смотрит на город и не видит храма. А почему? Да потому что Сам Господь Бог Вседержитель стал храмом этого святого города. Он, в частности, описывает будущий храм Господа. «Ибо Господь Бог Вседержитель храм Его и Агнец». Все ветхозаветные храмы Израиля состояли из двух частей. Во-первых, это был храм или жилище Божие. А во-вторых, в храме жил Бог. Господь Бог Вседержитель храм Его и Агнец. Это Бог, живший в храме. Затем Иоанн называет Агнца храмом. Это Христос. Сейчас мы порассуждаем о человеческой природе Христа. Это Христос, человек, умерший на столбе, как жертвенный ягненок, ведь Христос Бог не умирает. Он умер как человек, и все внимание сконцентрировано на этом. Он умер за наши грехи, и эта жертва открыла для нас путь в небеса. Ведь когда мы доверяемся Христу, Бог помещает нас во Христа. Именно так мы становимся частью Его храма. Итак, храм — это Христос, Агнец. Когда мы уверовали в Него, мы вступаем в союз с Ним и становимся частью вечного храма, который есть Христос. Слава Богу! Таким образом, мы живем в этом храме через союз со Христом. Мы поверили в Его кровь, кровь Агнца, и поэтому мы вошли под своды храма. Так вот, мы пребываем в Господе Боге, вседержителе, и ягненке, и Бог пребывает в нас, как в храме, навсегда и навеки. Это вечный храм. Аллилуйя! Это искупленное человечество, вступившее в союз с Иисусом, Бог вселится в нас на всю вечность. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его. Ему не нужны ни солнце, ни луна, ведь источником света будет Божья слава, Иоанн написал так, «И светильник его — Агнец». Вспомните о том, что ягненок Господа — это храм, а Божественный храм — это свет для сего мира. Итак, Агнец — это свет, и Божий храм — это тоже свет. Иными словами, Агнец сверкает славой Бога. Кем же является Агнец? Жилищем Господа Бога. Это Христос и те, которые во Христе. Другими словами, источник света города — это божественная слава, сияющая из его храма, которым является Христос, и те, кто в Господе нашем, Иисусе. Мы всегда будем наполнены славой. Мы часть его храма. Вместе мы составляем храм во Христе, и каждый из нас сияет этой славой Бога, и она освящает город. Храм искупленного человечества в Агнеце — это свет для города. Город освящается. Славой Бога, блистающий из храма, которым является Христос. В 24 стихе сказано «спасенные народы». Здесь имеются в виду народы из всех стран, которые спасены. Это мы с вами. Они будут ходить во свете Его, и цари принесут в Него славу. Таким образом, каждый из нас будет иметь свою честь и славу. Мы принесем эти дары Богу сообща, и вместе мы являемся храмом Бога. «Ворота Его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в Него спасенные из всех народов свою славу и честь. Мы будем вносить свой вклад, увеличивая славу храма». Как я уже говорил, до прихода Господа Иисуса Христа на землю все люди были духовно мертвы. Хотя Бог создал нас быть Его храмами, но Его слава отошла от нас. Поэтому новое рождение не было доступно людям, пока Иисус не пришел, не умер и не воскрес. Никто не был рожден свыше, но потом пришел безгрешный Иисус. Он является храмом Бога. Бог живет в нем. Дух пребывал в нем, и Христос наполнялся им. Когда пришел безгрешный Иисус, Он пришел как прообраз храма, в котором будет жить Святой Дух. «Сын стал нашим примером, и Слово стало плотью и обитало с нами». То есть Оно поставило шатер посреди нас. Иисус был мобильным храмом Бога. Иисус сказал им, «Разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его». А Он говорил о храме тела Своего. Итак, Иисус был действующим храмом Бога. Примечательно то, что Самаринка у колодца спросила Иисуса Христа, «А где нам нужно поклоняться Богу? Где настоящий храм? Он в Самаре или в Иерусалиме?» Иисус ответил ей о храме Бога. Иисус говорит, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Бог меняет местонахождение храма, переместив его в каждого верующего в Него. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине благодаря тому, что Пресвятая Троица спасла нас и возродила наш Дух. Храмовое поклонение совершается в каждом христианине. Мы будем храмом. Мы с вами будем поклоняться Богу в Духе и Истине. Таких поклонников Отец ищет себе. Мы будем поклоняться в Духе и Истине. Обратите внимание, но настанет время, и настало уже. Когда Иисус говорил это, это уже стало реальностью, потому что это было реальным для самого Иисуса Христа. Он уже был Божьим храмом и поклонялся Небесному Отцу Духом. Сын был живым, мобильным храмом Бога. Он был храмом-прообразом для многих будущих Божьих храмов. Благодаря смерти и воскресению Христос умножил себя в нас. Себя Христос описал как пшеничное зерно, которое, упав в землю, умрет. Когда он умрет, то принесет много плода и размножит себя через смерть и воскресение, Христос воспроизвел себя в нас. Он способствовал появлению такого чуда, как рождение свыше и вселению Святого Духа верующих, что сделало нас храмом. Итак, теперь есть много мобильных храмов Бога, и Бог созидает нас вместе в единый, грандиозный храм Бога в Своем Сыне. Это Его главная цель, чтобы мы стали дивным Божьим храмом. И Он дал пример этому в 4 главе Евангелия от Иоанна. «Если бы ты знала дар Божий, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовеки. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в Нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Если вы поверите во Христа и примите Его, то Святой Дух поселится в вас, и сей Дух Святой станет вас источником вечной жизни. Это Бог в тебе. Река жизни — это часть райского храма. В сокровенной части нашего существа текут реки живой воды. Другими словами, мы становимся храмом Бога. Бог живет в нас, и Он — источник жизни. И из нашего святого святых, из нашего Духа текут реки живой воды. Эти реки живой воды истекают из нас. Итак, Иисус пришел, как храм прообраз. Своей смертью и воскресением Он воздвиг храм, а именно церковь. Прими его, и ты спасешься. Дух Святой живет в нас, и мы — храмы Бога. Слава Богу! Именно с этой мысли мы начнем наш следующий выпуск. Слава Богу! Слава Богу! Продолжение следует...